Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донского и сегодня у нас с вами будет обзор аксессуаров из каталога Арифлейн номер 7. Пришло лето, коллекция полностью обновилась и теперь нас ждут новые серьги, новые ожерелья и браслеты. Сейчас мы все это вместе рассмотрим повнимательнее и расскажу про каждую серию, которая нам представлена, свои ощущения, как воспринимается эта серия, нравится, не нравится и так далее. Потому что мне важно, чтобы вы выбрали именно те аксессуары, которые вам подойдут и вы будете носить их с огромным удовольствием. Итак, начнем с самого начала. Передо мной лежит кольцо, очень крупное. У кольца есть раздвижная застежка, то есть мы можем увеличивать кольцо по желанию. Я не буду двигаться, оно мне подошло на безымянный пальчик. И мне очень понравилось то, что сделано как будто под золото, рваный край, такой золотой рваный край и сверху камень, как кристалл. Если вы видели, у нас в прошлой коллекции был розовый кристалл. Этот более серо-сиреневый, какой-то оттенок серо-сиреневый. То есть он не в розовый цвет однозначно, то есть он такой белый с с отливами. И тоже сделан как вот необработанный камень. Я люблю такие вещи. Мне нравится, когда вот какая-то есть недосказанность и работа, да, там творческий полет, допридумывать, дофантазировать. Мне это кольцо очень, конечно, нравится. Я надеюсь, что вам тоже. По ощущениям оно нелегкое, да, то есть оно ощущается на руке, такое увесистое колечко, но круто, смотрится круто. Единственное, что я отмечаю, мне не очень нравится, как оно обработано. Может быть, это, конечно, такая задумка, вот эти вот грани специально такие вот сделаны, что как будто из природы просто отлили кусок золота, в него воткнули вот этот камень натуральный. То есть, ну, прям натурелло-натурелло. Но, честно, я бы от такого колечка не отказалась. Люблю такие штуки. И вот в тон этой же серии, может быть, даже это одна серия есть. Ну, кстати, мы можем с вами выбирать, миксовать разные серии. У нас идет комплект серьги такого розового цвета. Он весь намешанный, то есть я вижу белые прожилки какие-то, то есть он такой нечисто розовый. И меня очаровали вставочки. Даже непонятно, они настолько сделаны идеально, что я не вижу никаких стыков или еще. Как будто вот реально взяли вот камешек, растелили напополам и сделали вот такие две классные серьги. Серьги-трансформеры тоже мне нравятся. В последнее время идет такая тенденция модная, что мы можем с вами как бы выбирать. Можно носить вот так серьги, то есть целиком, а можно снять застежку и убрать этот элемент с гвоздика. И у нас останется просто золотистый гвоздик, который мы можем носить просто каждый день. Потому что такой розовый цвет, он обязывает, да, мы его к чему-то только можем одеть. И в эту же тему у нас как раз ожерелье на длинной цепочке. Вот такой прямоугольный кулон. И он сделан точно так же, как серьги, только серьги вот как будто этот же кулон разрезали напополам. Очень красиво. И маленькая подвесочка, круглая, золотая, которая добавляет шарма. Цепочка очень длинная, то есть если ее одевать на шею, ну не хочу одевать, прическу портить, но достаточно длинная. То есть на какую-то одежду, где предполагается, что кулон может висеть достаточно низко. Следующий набор тоже цепи. Цепи, цепи, я вообще обожаю цепи. И этот комплект, мы его не можем дробить. Ага, так сейчас я рассмотрю хорошенько. Можем. Смотрите, как интересно. Здесь вместе соединены три цепочки. И за счет того, что они висят на карабинчике, мы можем снять одну-две цепочки, оставить одну, например, или оставить две. И у нас получится три, даже получать четыре. Одна самая маленькая, одна подлиннее, одна еще больше, или сразу все три, или только две. То есть аж пять комплектов всего лишь из одного набора. Они у меня чуть-чуть спутались, но я не буду сейчас распутывать. На одной цепочке висит кристалл, обрамленный такой в золоте, розовый кристалл. А на третьей цепочке, на самой длинной, просто золотая подвесочка, такой золотой брусочек. Просто брусочек. Он у меня сейчас в фольге, ой, ну, в пленке. Если пленку снять, то это будет, конечно, сиять, и будет очень красиво. И в тему, кто это интересно, у нас есть серьги. То есть мы можем любые серьги, в принципе, выбрать с золотистыми, с золотым напылением. Например, у меня в руку попалась интересная работа, наверняка дизайнерская. Такие, как рук ромбовидный, тонкий, и на нем висят две кисточки. То есть это будет очень мило на ветерочке развиваться, сережки будут привлекать к себе внимание. И мне этот комплект напомнил комплект, который был в прошлом году у нас с маками, который я безумно полюбила, потому что на то, что там все вот так вот воздушненько, все развивается, очень даже красиво. Ну, если уж стали смотреть золотые аксессуары, давайте продолжим, посмотрим серьги, которые я точно себе закажу. Мне безумно понравилась эта идея, просто что-то невероятное, фантазийное, напоминает человечка, как будто два человечка. Немножко они сделаны, нет, они одинаковые, совершенно одинаковые, я думала, они чуть-чуть разные. Два человечка, мы их вешали на разные ушки, и они танцуют. Мы идем, а они танцуют, они идут вместе с нами. Мы сделали поворот головы, они тут же реагируют. То есть это какие-то необыкновенные просто серьги, и их также можно делать, трансформировать. То есть мы снимаем застежку, хорошие, кстати, застежки, крепко держатся. Я очень люблю, когда фиксация такая, ну, 100%. И мы можем снять просто вот человечка, и остается только его голова. То есть это блестящий такой объемный гвоздик, рифленый, то есть это не гладкое золото, а оно все рифленое и очень оригинально смотрится. Я надеюсь, вы их все не разберете, пока я буду делать заказ, и мне оставите хотя бы одну пару, потому что мне они очень понравились, и я их себе хочу. Так, золотой браслет, это отсюда, из этого комплектика. Я всегда смотрю по размеру, у меня ручка тонюсенькая, и мне подобрать браслет практически невозможно. То есть они с меня просто все слетают, или мне в них некомфортно. Ну вот как и в этом случае, то есть он с меня просто вот хочет убежать. Я его и так эдак, а он говорит мне до свидания. То есть чуть-чуть ручка должна быть побольше, чем моя, тогда все будет хорошо. Хорошо. Браслет мне нравится, я люблю такие идеи, когда, ну, никаких особых наворотов, и в то же время вот она, линия такая изломанная, оригинальная. А здесь мы с вами будем сейчас разгадывать ребусы. Это тоже серьги-гвоздики. Сейчас я вам их покажу. И здесь ставлен пластик красного цвета. То есть это как такие сферы, кольца. Но в них ставлен пластик. И каким-то образом этот пластик должен удаляться, выниматься. Я не знаю как. Как это делается? Я даже боюсь это делать. Так, ну, сейчас я сниму застежку и попробую. Я не знаю как, я боюсь просто. Но здесь есть еще одна вставка, оранжевая. Каким-то образом, я уверена, что вы догадаетесь, можно снять это. Не буду ломать. И вставить оранжевую. То есть у вас получатся разные серьги уже, или с оранжевыми, или с красными стеклышками. Вот такая идея. Воплощайте в жизнь. Если вы себе заказали такие серьги, расскажите, как же вы справились и вынули эти стеклышки. Следующий комплект, к сожалению, он пришел нам для демонстрации не целиком. А мне было интересно очень посмотреть серьги, конечно. Пришло ожерелье. Тоже золотистая цепочка. Небольшая. Цепь нет, большая. Но мы можем при желании ее чуть-чуть увеличивать за счет вот этой вот надбавочки. То есть если шея, например, тонкая, то нам не надо. Если шея потолще, то нам пригодится вот этот запас. Как это выглядит, покажу на своем примере. Вот примерно так. Конечно, сюда нужно какой-то декольте. Естественно, вот этот бантик, он тут ни к чему. Но главное, чтобы вы поняли, насколько это оригинально. Она легенькая, очень пушистенькая. И тоже вот в моем вкусе. Вот это ожерелье в моем вкусе однозначно. Так, и еще две коллекции. Одна в леопардовых оттенках. Кстати, интересное соединение. Гвоздики идут с зеленоватым таким глазком в золотом обрамлении. А сами серьги коричневые. И смотрится это все очень эффектно. Такие коричнево-рыжие пятна растекаются. И здесь тоже та же самая идея. Мы можем носить или так. То есть у нас серьги. Либо снять вот этот подвес. И у нас останется только один зеленый гвоздик с золотистым таким обрамлением. По весу. Очень легкое изделие. Цепь настолько выглядит массивной. Но она абсолютно невесомая. То есть она прям легкая, воздушная. И что здесь интересного? Ну, обычное крикление. То есть расцепляем. Расцепляем по размеру покажу. По размеру. Вот так. Вот. Это на самый минимум я поставила такого. И можно также увеличить за счет вот этой вот надбавки цепочки. Которые обычно и делают в бижутерии. Чтобы мы могли с вами как подстраховаться. Чтобы было комфортно. Вот такое вот ожерелье. Классное. Я на самом деле одно время очень сильно любила всю вот эту бижутерию. Именно в леопардовых оттенках я просто балдела. Кстати, что я еще заметила. Серьги-трансформеры можно одевать вот таким образом. Либо с золотым кольцом наружу. Или перевернуть, где золотого кольца не будет. Тоже как угодно. Остался один комплектик. Сейчас мы его рассмотрим. Что это здесь такое. Это серьги. И их четыре. Четыре серьги. Ну тут два варианта. Или мы носим вот так, да? По одной. Если у вас не появилось желание без навесов, без жемчужин носить будет два больших кольца. Или, если у вас три дырочки в ухе, как у меня, то можно прицепить два больших и два маленьких с этой стороны. Вот. То есть обычные колечки, металлические. Честно говоря, я не люблю изделия под серебро. Поэтому я их особо никогда для себя и не рассматриваю как вариант. Поэтому вам вот демонстрирую. Может быть кому-то, конечно, они как раз и нужны. Именно такие аксессуары. И у нас остался один аксессуар. Это, конечно, не бусы, не ожерелье, не серьги. Это очки. Очки приходят упакованные в мешочек специальный. Желтая салфеточка, чтобы протереть стекла. И очки достаточно такие громоздкие. Но на самом деле они не тяжелые. То есть выглядят массивно за счет того, что вот эта темная оправа. И она достаточно широкая по всему контуру. Как очки выглядят на мне, я не знаю. Я их меряю первый раз. Но строго не судите. Потому что вполне возможно, что они мне не подойдут. Но одеваю их специально, чтобы вы могли понять, как они могут выглядеть на живом лице. Но по посадке они очень кайфовые. Я всегда смотрю посадку. Для меня самое главное, чтобы очки сели и не давили на эти заушные части. Потому что если очки сильно давят, у меня начинает болеть голова. Еще для меня важно, чтобы они не давили на переносицу. И вот они комфортные. И что в них еще привлекательное? Если вы очки будете одевать наверх, то здесь нет металлических никаких креплений, которые обычно цепляют волосы. И когда мы хотим очки опустить обратно, то мы их опускаем вместе с волосами. И это порой бывает даже очень больно. Вот. Все. Я вам показала. Похвалилась. И еще мне очень нравится, потому что все аксессуары приходят в таких вот мешочках из органзы. И это очень удобно для того, чтобы хранить изделия, чтобы они не царапались и всегда выглядели качественно. Вот так положили в мешочек и положили уже в общую шкатулочку. Спасибо вам огромное за внимание. В комментариях пишите, какие вы выбрали для себя аксессуары. Кстати, а если у вас до сих пор нет дисконта на продукцию компании Арифлейм от 20 до 70%, напишите мне. Я вам помогу дисконт оформить. Или прямо в ссылке под видео просто заполните анкету, и я с вами свяжусь. Всем успехов! До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!